Здравствуйте! Вы смотрите программу «Губернии итоги». Чем же запомнилась минувшая неделя? Что важного и интересного произошло в регионе за это время? Итак, в этом выпуске «Человек с сайгой». Чем закончилась громкая история осени 2020 года? Красный крест выгоняет из помещения. Кому не угодила благотворительная организация? И жизнь на рельсах. Как пенсионерка оказалась одна в несуществующем доме несуществующей станции? Фрудинский районный суд Иванова признал Максима Концова виновным в совершении угрозы применения насилия в отношении представителей власти. Он проходил свидетелем по делу об экономическом преступлении. Полицейские пришли к нему, чтобы провести обыск, а он встретил их с оружием в руках. Выгнал из подъезда, а затем скрылся сам. Что же на самом деле произошло в тот злополучный день? 14 октября 2020 года к Максиму Концову домой пришла целая делегация. Она состояла из сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ и понятых. В дверь стучали долго. Отец Максима Концова откликнулся не сразу. Стражи порядка представились и сообщили о цели визита. Но открывать дверь пожилой мужчина отказался. Переговоры затянулись. Не помогло даже вмешательство соседей. В итоге полицейские предупредили, что станут ломать дверь. В ход пустили кувалду, нанесли около десятка ударов по замку. Только после этого в действие вступил сам Максим Концов. Он закрыл отца в комнате и сообщил, что разберется сам. Через некоторое время Концов открыл дверь и вышел в черной одежде с балаклавой на лице и автоматом в руках. Громко стал говорить, чтобы они убирались. Передергивал затвор, выражался нецензурной вранью. Все присутствующие убежали с лестницы, поскольку упасали за свою жизнь, так как был направлен автомат в сторону всех сотрудников. Затем Концов скрылся. И удары кувалдой, и вооруженный конфликт росгвардейцы сняли на видео. Запись приобщили к делу. В ходе судебного следствия Концов утверждал, что принял гостей за бандитов. До их визита ему поступали угрозы. Поэтому решился на радикальные действия. Но суд счел эти показания несостоятельными, так как правоохранители неоднократно представлялись, сообщали о цели визита и были в форме. При этом Концов признал фактически обстоятельства дела и принес извинения потерпевшим. Суд учел это в качестве смягчающих обстоятельств, а также то, что у Максима на иждивении находится малолетний ребенок и больной отец. Здоровье самого подсудимого также оставляет желать лучшего. Суд приговорил Концова Максима Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде штрафа, исчисляя его в определенном размере, то есть в размере 50 тысяч рублей. Но это не все. После задержания человек с ружьем полгода провел под стражей в СИЗО. Суд учел и это обстоятельство и освободил Максима Концова от назначенного наказания. А также предписал вернуть ему травматический пистолет и Балаклаву. А вот злополучную Сайгу передадут в Росгвардию. Там будут решать ее дальнейшую судьбу. Сергей Веселов, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Жильцы аварийных бараках в Родниках мечтали, что справят новоселье еще осенью прошлого года. Но стройка не заладилась. Многоквартирный дом на улице Шагова замер на уровне полутора этажей. Почему с объекта ушли строители и что на этот раз власти обещают людям? Слово Владимиру Еремину. Строительство дома для переселенцев в Родниковском микрорайоне Шагова вновь затягивается. Пожалуй, в райцентре это самая тихая стройка. Здесь не слышно работающей техники и практически не видно рабочих. Родниковский долгострой для переселенцев из аварийного жилья по-прежнему лишь объект незавершенного строительства. На площадке все так же тихо, кроме сторожа, никого. Наша съемочная группа была здесь несколько месяцев назад. Так этот объект выглядел в мае. На дворе сентябрь, но здесь почти ничего не меняется. Старые подрядчики больше не появляются. Ну как вот это что, уехали, как говорится. Надо было почистить тут, как положено. А вы здесь кем являетесь, если что? Охранник, если не серьезно. Охраняем, бдим, так сказать. А то, что осталось. С такими темпами, считают общественники, в сроки строители точно не уложатся. Крыши на доме по-прежнему нет. Районные власти надеются сохранить хотя бы то, что осталось. Напомним, готовить площадку под этот дом начали два года назад. Сразу появились проблемы. Пришлось убирать с участка старые сваи, забитые еще в советские годы. Возникли опасения, что сдать дом согласно условиям контракта не удастся. В прошлом году губернатор переселенцев пытался обнадеживать. Мы должны до конца года не построить, а расселить людей. То есть люди въехать должны. Построить мы должны раньше. Однако раньше, как обещали власти, построить явно не получилось. Тогда губернатор мудро не стал навязывать конкретные даты и был прав. Стройка, как добавил глава региона, это всегда дело такое, что надо держать все на контроле, чтобы потом не было сомнений. Несмотря на обещания и жесткий контроль, строительство дома и сейчас заморожено. Между тем, большую часть средств выделили из фонда содействие реформированию ЖКХ. Вложились областной и районные бюджеты. Общий объем финансирования около 60 миллионов рублей. В мае незавершенный объект перешел в собственность районной администрации. Было выполнено техническое и лабораторное обследование здания. Составлена дополнительная смета для завершения строительства. Сейчас на данный момент сметная документация находится в госэкспертизе. После получения положительного заключения экспертизы, нами будет произведено, размещен электронный аукцион на определенную подрядной организации для завершения строительства данного дома. Согласно дорожной карте, представленной администрацией Родниковского района, окончание строительства июнь 2023 года. Но технологические погодные условия, по словам специалистов, говорят об обратном. Следующим летом этот объект не закончить. Генпрокуратура и общественники держат руку на пульсе. Впереди у нас с вами очередная зима, которая не добавит прочности ни стенам, ни перекрытиям. Почему такие долгие сроки окончания строительства нас удивляет. И мы будем в очередной раз требовать у нас зародных органов все-таки ситуацию прояснить и ускорить окончание строительства этого объекта. Так что ключи от новеньких квартир жители получат, и это при хорошем раскладе, ближе к новому 2024 году. Прогнозы тут уже неуместны. Владимир Еремин, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». В шуе отделение Красного Креста выселяют из помещения, которое они занимали долгие годы. Гуманитарные организации предлагают другой вариант, но его благотворители считают неподходящим. И заявляют, что имеют полное право на комнату в здании межрайона прокуратуры. Чем вообще сейчас занимается местный Красный Крест? Почему не хочет переезжать и на каком основании требует помещению прокуроров? Репортажи Татьяны Прокопенко. В подвальном помещении Шуйского МЧС у Красного Креста склад. Здесь волонтеры хранят вещи, которые им приносят жители. Ношеные, но чистые. Здесь же их сортируют. Для мужчин, для женщин, мальчиков и девочек. Чтобы потом раздать нуждающимся. Еще одна небольшая комната на первом этаже. Тут принимают посетители, оформляют документы, распределяют подопечных. Шуйский Красный Крест создавался 118 лет назад в Японскую войну для помощи раненым. И до сих пор тут действует служба сестер милосердия. Только уход ведется за палеотивными больными на дому. Весь сестра Любовь Куренева вышла на пенсию, но лечить и ухаживать не перестала. Мне в основном давали подопечных, которые лежат, не встают. Самых тяжелейших. Уход за ними. Приходил даже готовить и кормить. И бывает так, дети уедут на вахту, а больной и дом на мне. У всех подопечных по-разному. У кого-то надо поесть сварить, кому-то только поменять памперс. Ну, в последнее время у меня был один человек, а так и по двое, и по трое обслуживала. Я пришла в Красный Крест, у меня было трое детей, и я потеряла работу. Вот. Попросила, и мне дали работу. С тех пор так и работают. Татьяна Озерова тоже когда-то обратилась в Красный Крест за помощью, а теперь сама помогает жителям Колобова, как руководитель местной первичной организации. У меня, ну, то 10, то 12 семей, там, многодетных. Кому-то нужна помощь. Я приезжаю сюда, беру вещи, отвожу им. На Новый год гостинцы собираем. Тоже, как Дед Мороз, раздаю по поселку Колобова. Добровольцы показывают тетрадь с отзывами. Уже не первую за столько лет. Сейчас мама находится под постоянным патронажем и уходом сестры милосердия. Всегда чистое, сытое лекарство принимает вовремя. Спасибо вам, милые женщины, за ваше терпение, отзывчивость и проявленное внимание. Или вот интересный отзыв. Отзыв о завтраке. Завтраки горячие и свежие. Завтраками довольна. Хочу поблагодарить всех сотрудников этой организации. От них веет вежливостью, профессионализмом и обходительностью к пожилым людям. Большое спасибо за качественный уход. И таких отзывов здесь десятки. Здесь переживают, что нуждающимся в помощи посетителям скоро трудно будет до них добраться. До 30 сентября организация должна покинуть помещение ГОИЧС. Городская дума не продлила договор безвозмездного пользования. Это связано с тем, что поскольку в здании находится управление по делам гражданской обороны ЧС, предъявляются особые требования для защиты информации и хранения ценностей, в том числе оружия. Поэтому помещение в данном здании им не может быть в силу закона предоставлено. Шульская мэрия предложила Красному Кресту переехать вот в это здание. Муниципальная собственность. Второй этаж пустует. Какие-то трущобы вот здесь на Костромской улице, развалины кирпичные, второй этаж. Я, конечно, сказала, что мы туда не поедем. Там плохие условия. Там, во-первых, второй этаж. Во-вторых, узкая лестница. Во-вторых, у нас люди идут пожилые. Очень много пожилых идёт. И кроме того, у нас грузы. У нас постоянно... Мы, например, вот сейчас у нас заготовлены продукты питания. Тогда в Красном Кресте вспомнили, что до середины прошлого века областной организации принадлежало здание, где сейчас располагается прокуратура. Потом его продали силовика. Но Ирина Уранова показывает акт, где прописано обязательное условие. В распоряжении Красного Креста остаётся комната площадью в 20 квадратных метров. Безвозмездно и на всё время работы шуйского отделения. Мы собрали президиум. И на президиуме решили, что никуда мы не поедем. Мы должны вернуться в прежнее место. Потому что нас незаконно оттуда переселили. В прокуратуру? В прокуратуру. Шуйский Красный Крест готов судиться за это право. Хотя в мэре сомневаются в успехе процесса. Говорят оригиналов договора купли-продажи и акта никто не видел. Администрация готова предложить шуйским добровольцам и другие варианты. И ждут обращения. Татьяна Прокопенко, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Поклонники пара в Кохме снова остались без парилки. Четыре недели назад в городской бане сломался котел, деньги на который два года назад собирались сами кохомчане. Придется ли активистам снова собирать деньги на ремонт или на этот раз все-таки поработает администрация? Городская баня Кохме – излюбленная тема для этих мужчин. Рассказывают, до 2011 года банный комплекс устраивал по всем параметрам. Бассейн, сауны, массажный кабинет, парикмахерская и кафе. Попариться сюда приезжали даже из Иваново. Потом, соответственно, баню закрыли на реконструкцию. После этой реконструкции, на которую были выделены, как я слышал, огромные деньги, то есть я не в курсе какая-то сумма, но как бы очень много, то есть баня так и не открылась. Все то, что отремонтировали, сейчас там приходит упадок, то есть бассейн разрушен, с потолков капает вода. Это увидели, то есть? Банный комплекс перенесли в другой корпус поменьше. Сократились и время работы, и виды услуг. Оборудовали только финскую сауну, хотя большинство посетителей привыкли к сырому пару. Тогда кахамчане решили собрать деньги и приобрести свой котел с парообразователем. По тем временам собрали внушительную сумму – около 36 тысяч. Передали котел в аренду Кохмобытсервису, в ведении которого находится баня. Иначе, говорят, без парилки и баня не мила. Поймите, это не только просто помыться, это вопрос души. Очень много пенсионеров, одиноких, которые сюда приходят, не только помыться, пообщаться, поговорить. В душе русского человека баня – это святое. Новый котел проработал около двух лет. Четыре недели назад он сломался. По предположению, мужчин сгорел тен. Нам так, в принципе, сказали, что баню не закрывают. Здесь комплекс остается, услуг только душевая. Все. То есть они не отказываются от бани, только в том случае, что вы сюда приходите, она работает как душ. То есть как парной, здесь так и таковой, как комплекса самого бани. 220 рублей стоит посещение. То есть я вот не знаю, сколько сейчас стоит кубометр воды, не помню, но такое ощущение, что в месяц я плачу столько же в квартире, как за один поход сюда. Сейчас цены значительно выросли. Новый котел может обойтись тысяч в 60. Ремонт не факт, что дешевле. Собрать такие деньги сложнее. Любители парной уверены, что ни администрация, ни Кохмабетсервис не делают ничего для решения проблемы. Не чинят старый собственный котел, не помогают и с ремонтом второго, приобретенного жителями. Кохамчане опасаются. Баню медленно провоцируют на закрытие. Считают это недопустимо, ведь посетителями она сильно востребована. Говорят, за один помывочный день приходит почти сотня мужчин, женщин еще больше. За комментария мы обратились к Кохмабетсервису, отправили запрос. Но до конца рабочего дня ответа так и не получили. По словам секретаря, руководитель отсутствовал на рабочем месте. Пока что жители пытаются всеми способами повлиять на ситуацию и обращаются к депутатам. Господа народные избранники, у вас есть прекрасный шанс, так сказать, заполучить электорат в лице благодарных жителей Кохмы, если вы поможете с данным вопросом. Алина Марычева, Григорий Мартиянов, телекомпания «Барс». Что происходит с ценами и как пенсионерка оказалась в зоне отвода железной дороги в лесной глуше? Об этом расскажем сразу после небольшого перерыва на рекламу. Не уходите далеко от экранов. Цены на овощи и фрукты снизились. Сезон урожая дает возможность сделать заготовки. А вот что происходит со стоимостью других социально значимых товаров? Напомним, начиная с марта месяца мы отслеживаем ситуацию с ценами на продукты питания на прилавках одного магазина в Иванове. Согласно нашим наблюдениям, молоко, подсолнечное масло и сахар в середине сентября опять поползли вверх. За месяц цены на эти продукты подскочили в среднем на 5%. В частности, рост цен на молоко в Ивановской области продавцы связывают с закрытием на этой неделе Владимирского молочного комбината «Данон», что привело к сокращению объемов переработки молока в соседнем регионе почти на 20%. Часть молочных продуктов в нашу область теперь возят из Липецка. Так, на 15 сентября литр молока в Акей сейчас продают по 77 рублей. Рост с конца августа составил 10%. Однако в марте его можно было купить по 39 рублей. Черный хлеб «Дарницкий» на прилавках, как и несколько месяцев подряд, стоит 36 рублей. Буханка с начала весны дороже на 4 рубля. Крупа с мая подорожала в 2 раза. Стабильно стала стоить 118 рублей за 800-граммовую пачку. Самые дешевые яйца второй категории, как и месяц назад, по 50 рублей. С начала весны цена за десяток опустилась почти на 20%. Перейдем к овощам. В сезон килограмм картофеля в супермаркете продолжает стоить 30 рублей. По сравнению с мартовскими показателями, корнеплоды стали дешевле на 10 рублей. Теперь о сладком. Отметим, что ценники в сентябре поменяли не в пользу покупателей. Килограмм песка в оке сегодня продается по 65 рублей. Цена с августа поднялась на 2 рубля. До возвращения к мартовским ценам так и не хватило каких-то 6 рублей. И, как всегда, традиционно завершает наш список из семи самых востребованных продуктов – это подсолнечное масло. Литровую бутылку можно купить по 124 рубля. С начала весны растительное подросло в цене на 24%. Тогда масло в супермаркете продавали по 95 рублей за бутылку. Мы продолжим мониторить цены на основные группы товаров. Рядом с деревней Вондога Фурмановского района проходят железнодорожные пути. В паре метрах от них в лесной чаще стоит дом, который по всем нормам находиться там не может. Его жильцов должны были расселить еще в 1993 году. Как так получилось, что пожилая женщина оказалась забытой в глуши? Мы попытались разобраться в ситуации. Единственный дом у железной дороги должны были расселить более 20 лет назад. Вот только этого так и не произошло. На картах он не числится, а на глазах разваливается. Как же так получилось, что железная дорога отрезала пенсионерку от нормальной жизни и заставила выживать одной в лесу? Мы в Фурмановском районе, деревня Вондога. Когда-то здесь стояла железнодорожная станция, а около путей была россыпь жилых домов. Остался один. Его хозяйке Галине Строгановой 67 лет. Около 10 из них она ухаживала здесь за парализованной мамой. Вскоре и сама стала жить тут. Когда мама здесь жила, и станции стали нарушать, стали расселять людей отсюда. И ей в 93-м году должны были дать квартиру в Иванове. Она уже все готовилась, что дадут квартиру. И кто-то ей из начальства, из ее железнодорожного, посоветовали. Валентина Степановна, вы дом приватизируйте, и он у вас останется. Как дача. Вы получите квартиру, и этот дом останется как дача. И мама послушалась. Взяла, приватизировала этот дом. В итоге остались без квартиры и в доме, который с каждым годом все больше рассыпается от ветхости. В доказательство на руках у женщины экспертиза. Стены, в особенности углы, промерзают. Ближе к зиме в жилище становится невыносимо холодно. Спасают два шерстяных ковра на полу, валенки и обогреватель. На печку все меньше надежды. Рассыпается, а приходится перекладывать. Заделывала кирпичами, я уже сама. Что вы сами разводите? Сама развожу, сама делаю и сама замазываю. Фундамент не смог просохнуть даже за лето. И по нему и по кирпичной кладке в подполье пошли трещины, плесень. Пол проседает. Из-за этого деформировались оконные рамы, появились щели. Воду женщина набирает из скважины. Почти сутки еще уходят на ее очистку. Вот я ее отстаиваю, потом сливаю, переливаю уже, почище остальное. Все на это самое, наливаю по новой опять. Спустя годы вдоль железной дороги стали проводить связь. Но дойдя до дома Галины Строгановой, связисты удивились, обнаружив его. Почта и подвоз газовых баллонов со временем прекратились. Выяснилось, ни на картах, ни где-либо еще этот дом не числится. Чтобы разобраться в запутанной истории, пенсионерка обратилась к адвокату. Направили обращение в Ивановскую и Ярославскую прокуратуры, так как железнодорожные пути передали Ярославскому территориальному управлению Северной ЖД. Я сделала запрос, могу ли я приватизировать землю вот около дома. Говорю, если ничего не получится, приватизировать землю или обмен какой сделать. Мне прислали письмо, что землю приватизировать я не могу, потому что дом находится в зоне отвода железной дороги. Прокуратура мне, Ивановская, пишет, и Ярославская тоже. Примерно они одно и то же пишут, что дом находится за зоной отвода железной дороги. Согласно строительным нормам и правилам, от дома до железной дороги должно быть не менее 100 метров, или 50, если есть шумоглушащий забор. Здесь же всего 13. Кроме того, прокуратуры и СССР в своих ответах стали и вовсе относить жилище к лесхозу. Вскоре прекратили слать письма, приехали лично. Предложили поставить трехслойные окна и забор от шума. А в качестве защитной полосы высадили перед домом 17 молодых елок. Мне шум не мешает, я им объясняю. Я говорю, идет вибрация дома. Вот если идет состав груженый, у меня дом вот так вот ходуном ходит. Сыплется прямо вот сверху с окошек, сыплется труха вот эта вот. Груженые составы здесь ходят по 10 раз в день. Не реже эти пути пересекает, а точнее перелезает и сама пенсионерка. Три раза в неделю в Вондугу приезжает машина с продуктами. Но выбор невелик, поэтому по магазинам или больницам Галина Юрьевна ездит в Иваново. Самодельные переходы, кстати, оборудовала она сама. Зимой их часто шибают поезда, приходится устанавливать заново. Я запрашивала, говорю, сделайте мне переход. Вот, не положено, дома-то нет. По другую сторону ЖД путей в Вондуге осталось всего два жителя и те пенсионеры. Жить в лесной глуши женщина не боится, привыкла, да и рядом охрана. Пес Тарзан и кот Вася. Периодически Галину Юрьевну навещают сыновья, помогают латать дом. Переезжать к детям пенсионерка не хочет, не понимает, зачем. Еще надеется получить положенное по закону жилье. Несмотря на бодрость духа, здоровье все же подводят, да и позади множество перенесенных операций. Но пока еще пенсионерка продолжает своими силами и на небольшую пенсию латать дом. Алина Марчева, Иван Сахаров, телекомпания БАРС. Фундамент уже есть, а разрешения на строительство пока нет. Стройнадзор отправился с проверкой на улицу 3-го интернационала в Иванове, где местные жители заподозрили возведение многоквартирного дома. О строительстве на улице 3-го интернационала еще в августе в нашу редакцию сообщили жители окрестных домов. Подробной информации об объекте на заборе не разместили. А жителям было очень интересно, что возводят по соседству и почему спилили вековой дуб. Вон дуб здесь был. Сначала его долго не сносили. А теперь снесли. А что за дуб? Дуб, ну я не знаю, ему, наверное, больше 100 лет. Он такой красавец был. Он мешал. Там построили котлован и уже начинают строительство. Как рассказывают местные жители, рядом с дубом также рос терновник и вишня. В администрации нам рассказали, что участок на праве собственности принадлежит физлицу. По нашей информации предпринимателю Кузнецову. Проект 12-ти этажки с февраля 21-го года обсуждали на заседаниях архитектурной комиссии. В перспективе улица Бубнова является городской магистралью. Поэтому основной фасад, главный фасад здания сформирован по этой улице. И в плане он повторяет направление улицы Бубнова. То есть угол здания немножко скошен. В августе этого года внешний вид здания был согласован. Однако разрешение на строительство администрация не выдавала. После выхода репортажа около недели назад работы здесь временно приостановили. На стройплощадке уже заложен фундамент и приступили к возведению первого этажа. В прошлый раз здесь активно работал кран. Сейчас его не видно, разобрали и отогнали. Рабочих на месте также нет. В этот понедельник на площадку выехали специалисты госстройнадзора. Инспекторы предполагали, что работы на участке, на правах аренды ведет юридическое лицо. Однако оказалось физическое. Проверкой будет выяснено, кто же все-таки является за инициатором строительства, то есть застройщиком. Будут применены штрафные санкции в соответствии с КОАПом. Для юрлиц от полумиллиона до миллиона рублей штрафные санкции индивидуальных предпринимателей. А на физических лиц от тысячи до пяти. Физическое лицо, которое вроде бы ведет здесь работы, пока только обратилось за разрешением на строительство в администрацию. Отметим, что до его выдачи на площадке можно ли счистить территорию, сносить деревья, а также разрабатывать и укреплять грунт. Марина Зеина, Дмитрий Добыч, телекомпания «Варс». На этом все. Следующие итоги подведем в следующую субботу. Предлагайте нам свои темы, жалуйтесь, рассказывайте о проблемах, записывайте видео и присылайте на «Варс» в любом мессенджере. Смотрите наши новости на сайте Иванова Ньюс, а еще подписывайтесь на нас в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграме. До встречи!